Периодически, где-то раз в месяц, иногда чуть поежше, я провожу стримы на YouTube. Что это обозначает? Это обозначает, что я приглашаю мальчиков и девочек на этот стрим, и у нас есть какая-то тема. Иногда у нас стримы идут на тему представления, то есть я показываю фото и видео участников для того, чтобы вот как презентация, телевидение такое. Иногда на YouTube мы играем в игры, мы играем на Кахуте, мы играем красный флаг, зеленый флаг. В прошлый раз мы играли в игру «Самолет разбился в пустыне, что ты будешь делать?» То есть такие вот надтимбилдинговые игры. Смысл заключается в том, что мы на YouTube что-то такое делаем вместе, чтобы с одной стороны я вас развлекала, а с другой стороны у вас была возможность между собой початиться, и после этого я вас отправляю в группу WhatsApp. Она у нас есть после стримов, и, соответственно, там вы уже обмениваетесь контактами, общаетесь дальше. Для информации, для тех, кто скажет, ой, стримы такая ерунда, это вообще все несерьезно, вот у нас есть пара, которые познакомились на новогоднем стриме в прошлом году, то есть это, получается, по-моему, 30 декабря было, он ей сделал предложение на прошлой неделе. Четыре месяца, да, познакомились на стриме, обменялись контактами, начали общаться, вот она уже получила предложение. При том, как я уже про нее рассказывала, у этой девушки было два других контакта. Один мужчина отказал ей, потому что у нее языка было недостаточно, а второй мужчина подумал, что двое детей ему сложновато. А вот другой клиент, они все мои клиенты, да, но вот другой клиент, познакомившись на бесплатном стриме под Новый год, не счел ее язык плохим и не испугался двоих детей. Фотографию, колечко я, по-моему, постила уже где-то в Телеграме или где-то еще, то есть я точно показывала эту фотографию.